всем привет с вами аня и вы на канале new the handmade в этом видео я расскажу и покажу вам что же я нашила какие лоскутные всякие изделия я нашила с элементами японского петчворка давайте посмотрим у меня появился новый комплект который я отшила на продажу вся информация об этом комплекте она будет под видео все ссылочки все 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 будет под видео вот этот комплекте называется корзина изобилия здесь использована такой блок который использует ну в японском петчворке корзинка называется я ее повторила она немножко разная она у меня идет на самом органайзере для рукоделия такое своего рода конверт и игольница подобный комплект я уже шила и показывала на своем канале но там были другие блоки и другая цветовая гамма тоже кому интересно ссылочки я все оставлю по японскому петчворку вообще видео которые есть у меня на канале этот комплект он не классический в исполнен в стиле японского петчворка а скажем так с элементами это некая коллаборация до классического петчворка и японского вот мне показалось это сочетание очень интересным потому что если шить полностью в японском петчворке это сами понимаете достаточно трудоемко и изделия будут стоить дорого ну кто бывал на формуле рукоделия на стендах где продаются все для японского петчворка в эти изделия видели и ну примерно понимаете какая там ценовая политика поэтому у меня изделие с элементами именно японского петчворка а именно это вот этот центральный блок который используется в этом конверте и на самой игольницы тоже вот эта центральная часть она полностью собраны все лоскутики вручную сшиты из японского фактурного хлопка и также с использования ручной стежки ну я вам скажу даже сделав вот такие вот элементы это но посидишь пошьешь это не так то просто выполнить и стежечку и чтобы сами лоскутики все легли ровно потому что вот этот блок корзинка изобилия она отличается тем что здесь много острых углов и здесь достаточно нужно внимательным быть пришивание что все уголки были красивые ровненькие вот ну давайте посмотрим сначала конвертик что же на себя представляет конверт большой я вообще сейчас почему-то шью большие конверты но наверное потому что у меня много вышивки и это очень удобно когда в одном конверте хранится два или три процесса наверное поэтому хотя в принципе малышки шить тоже люблю давайте посмотрим на сколько у меня по размерам он получается он 34 на так мне немножко неудобно будет мерить на 38 но такой хороший размер приличный он сшит именно по принципу конверта на кнопочках клапан давайте откроем посмотрим что там внутри внутри в принципе ничего я не стала делать никакие кармашки потому что но это не всегда бывает удобно просто классический конверт скажем так внутри все чистенько все обработано косыми беечками беечки все пришиты вплотную вот здесь наверное будет лучше видно и на самом клапане и на боковом шве все пришита вплотную в прошлый раз когда я шила подобный комплект я тоже об этом все рассказывала и поставила вот такие вот две светленькие кнопочки они не белая такого слегка ну не знаю так и такой приглушенный такой овсяный цвет я бы сказала цвет овсянки вот что касается центрального блока вот посмотрите какие корзиночки красивые получились мне очень понравилось здесь цветовая гамма и самих вот этих вот элементе ков и сам самих корзин очень красиво и вот этот цвет корзинок как бы дополняет уже вот это вот ярко-красная ткань но она не такая яркая на самом деле она цвета вишни вот подробнее я все сфотографирую будет лучше наверное фотографиях передаст цвет немножко искажает видео комплектик получился очень такой красивый мне очень нравится задничек все очень здесь просто по задничку здесь простеганы все остежкой мозги здесь уже идет машинная стежка и есть вот такой вот хлястик для удобства на карабинчике так что еще рассказать по этому конверту ну наверное стежку вы не увидите потому что здесь я использовала какую стежку я простегивала полностью все по контурам для того чтобы сами вот эти вот элементики корзинки они были выпуклые то есть их вот когда трогаешь они все объемные они такие прям пухляши их очень приятно трогать проводить руками из-за этого потому что но это особенно стежки ручной когда она более или менее правильно выполнена она очень украшает изделия конечно наверное на камеру это все передается но процентов наверное 70 а вот 30 остается за кадром когда держишь такие вещи в руках но это особое удовольствие у кого есть подобные вещи я думаю вы меня понимаете так как это и к этому конвертику идет в пару игольница здесь немножко другая корзиночка она и по форме другая по модели другая но принцип принцип и использование тканей все тот же самый и стежка то же самое вот такие вот завязочки с бусинами деревянными давайте посмотрим что же там внутри внутри у нас я выполнила игольницу как книжку вот здесь вот есть небольшой такой карманчик можно здесь складывать либо ножницы либо иголочки в упаковках да дальше идет виде книжки фетр такого нежного розового цвета и еще вот я здесь решила сделать вот такой вот маленькую игольницу круглую она пухляж совершенно вот если так вот поднести видите какая она объемная сюда уже непосредственно можно втыкать иголочки в процессе шитья например либо вы вышиваете либо вы занимаетесь петчворком сюда все иголочки можно на втыкать такая интересная штучка прям объемная она получилась красивая да если поближе поднести я ее обшила ручными стежками по всему контуру вот такая вот игольница у меня получилось вот не стала здесь мудрить и еще делать какие-то дополнительные карманы в принципе здесь достаточно чтобы все положить все разместить сейчас я завяжу сильно красиво не буду наверное завязывать никак не получится быстро там вот такая вот игольницы на задничке у меня тоже похожая ткань как на изнанке вот этого конверта с такими акварельными розами но здесь больше более светлая ткань она молочная а здесь такой приглушенный цвет телесный можно сказать очень красивая и здесь вот прямо по центру вот такая вот акварельная прекрасная роза здесь вот используется уже стежечка мозги машинная стежка здесь конечно ручная потому что выделить вот эти все элементики вазы но здесь только сможет это сделать ручная стежка вот такой вот комплектик сшился долго я его шила достаточно трудоемкие эти вещи достаточно трудоемкие тем более когда делаешь на продажу конечно стараешься шить изо всех сил это ну нельзя здесь закрывать глаза на какие-то недочеты здесь должно быть все красиво все идеально вот что еще хотела сказать этот комплект можно разбить можно приобрести отдельно конвертика отдельно игольницу но конечно мои пожелания это приобретать все вместе потому что это все-таки комплектик и они конечно подружились и по своим блоком и по цветовой гамме они конечно смотрятся идеально вместе еще к этому комплекту будет прилагаться вот такая вот маленькая игольница она будет идти уже как подарочек для тех кто приобретет вот этот комплект посмотрите здесь тоже корзина изобилия корзина с фруктами блок цветовая гамма более фиолетовая она же повторяется вот здесь центральном блоке красные не по бокам самого конверта и сама игольница красные блоки здесь вот фиолетовые красивая такая нежненькая игольница надо сказать что это был мой пробный блок то есть я мне хотелось просто попробовать но попробовать так чтобы хорошо попробовать не аккуратно все старалась шить но все-таки это для меня был такой учебный материал но получилось все хорошо получилось все красиво здесь тоже полностью ручная стежка сделана но она будет идти просто как подарочек я думаю ну я думаю зачем я себе ее оставлять она будет прекрасным дополнением к этому комплекту тем более она будет идти просто как подарочек вот посмотрите такое вот трио я нашила вдохновлялась конечно книгами йока сайта и надеюсь я правильно произношу приобрела я две книжечки и и еще если вам интересно их полистать то пишите в комментариях я постараюсь снять такое видео потому что эти книги они у меня в принципе они на китайском но картинки изображения и технические рисунки выкройки конечно очень сильно вдохновляют на разные идеи и вот на создание вот таких вот комплектов пишите как вам нравится не нравится буду очень рада тем зрителям которые сам старается что-то шить в стиле японского почерка или профессионал или просто любители кто зашел на мой канал вот буду всем рада до решил решить вот этот комплект потому что тот розовый комплект с блоками игральные карты он у меня его приобрели и остались довольны поэтому мне вот на смену нужен был вот подобный какой-то тоже интересный конвертик ну вот на этом с этим конвертом я думаю все и дальше я вам покажу что я еще шила в стиле японского петчворка давайте посмотрим пока вот так вот отложу вот кадр оставлю игольницу я сшила когда я выпускала мк на канале на своем по сшиванию вот таких вот вот блоков это оригами из ткани квилтогами и меня спрашивали а что же можно шить из таких блоков блоки конечно интересные но куда их применить я решила шить для себя тоже решила просто что-то шить чтобы показать куда же можно их использовать получился меня вот такой вот конвертик для своих процессов рукодельных для вышивки буду здесь скорее всего хранить вышивку либо у меня были еще здесь хранить лоскутики от фактурного хлопка японского так такой вот не ликвид да не туда не сюда потому что эта вещица достаточно объемная конечно надо было мне ее подзабить чем-нибудь чтобы было видно именно объем сейчас я постараюсь положить вот ткань туда она достаточно объемная получилась эта вещица вот она такой он пухляш-пухляш прям получился тоже здесь стежка полностью везде ручная и на задничке и на передней части вот здесь полностью все ручная стежка на задней части меня просто блоки из хлопка вот здесь можно рассмотреть какой хлопочек использовался очень красивый такой мне очень нравится вот этот зеленый с цветочками классный решила сделать вещь такую яркую более желтых добавила сюда яркие яркую желтую ткань мне кажется она такая получилась атмосферная кстати вот эта желтая ткань это и вот эта красная ткань который идет в комплекте они из одной серии вот желтый вам хорошо передается он так и есть он такой немножко горчичного цвета а красный почему-то аллум передается хотя он тоже очень красивая по оттенкам ну ладно что еще сказать вот девчонки смотрите вот куда можно применить такие блоки можно шить маленький кошелечек можно шить монетницу можно шить какой-то органайзер для своего рукоделия и для вышивки для вязания для лоскутных каких-то проектов вот так вот соединила 3 на 3 этих блока оформила в такой тканевая яркая паспарту своего рода и вот такой органайзер у меня получилось мне нравится вот такой хлестик и сзади он оформлен на пуговичку здорово и молния здесь тоже красивая поставлена все здесь шито вручную и молния вручную он пришита и косые бечки все закрывала вручную в общем такая трудоемкая работа у меня получилось но эту вещь я изначально хотела у себя оставлять и поэтому на ней тренировалась разные элементы делать вот что еще сказать на этом наверное все вроде бы я вам все показала рассказала и думала видео немножко будет затянуто а нет в принципе в принципе нет нормально 15 минут вот все спасибо большое вам за внимание буду рада вашим комментариям пока пока